Здравствуйте! Вы смотрите программу Смыслица, еженедельную разминку по русскому языку. Я люблю смотреть новости, но терпеть не могу стилистические ошибки. Сегодня утром услышала фразу «Западные лидеры стремятся играть заглавную роль в мировой политике». Правильно сказать «главную роль», потому что заглавная роль – это та, которая выносится в заглаве. Поэтому можно сказать, Татьяна Друбич сыграла заглавную роль в фильме «Анна Каренина». Но смешно звучит фраза «Ди Каприо сыграл заглавную роль в фильме «Титане», потому что получается, что Ди Каприо исполнил роль парохода. Та же ошибка часто встречается и в городской рекламе. Вижу очередную афишу «Праздник проводится под патронажем мэра Москвы». Нет, под патронатом, поскольку патронажное у нас бывает только медсестра. Эта ошибка называется смешение паронимов. Паронимы – это однокоренные слова одной и той же части речи. Они близки по звучанию, но отличаются суффиксами, приставками и, главное, смыслом. Сравните. Драматический театр и драматичный случай. Предоставить слово и представить к награде. Экономный, то есть рачительный хозяин и экономичный, то есть выгодный способ литья. Как часто в общественном транспорте можно услышать «Оплатите, пожалуйста, за проезд». Вместо правильного заплатите за проезд. В гардеробе обязательно кто-нибудь попросит «Оденьте пальто» вместо «Наденьте пальто сами» и «Оденьте, пожалуйста, ребенка». И, наверное, в каждой бухгалтерии есть «Командировочные» и «Командированные». Запоминаем «Командировочные» – «Деньги» и «Командированные» – «Сотрудники». А можно ли намеренно использовать в тексте сходнозвучающие слова? Конечно, в языковой игре. Этот прием будет называться параномазией. Например, «Явление Явлинского» или «От Арнеллы Мути мутилось в глазах». Пусть наша речь будет безупречной. До встречи!